Фирменный почерк славянки, лаконичность, элегантность и сдержанность, стильные бомберы и жилеты, современные палацы и кюлоты, классические сарафаны и блузы. Выбор есть. В коллекции «Осень-зима-2022-23» представлены 50 моделей. К новому сезону на предприятии готовились основательно. К фашиву приступили еще в феврале. Вот на сегодняшний момент уже отправлено нашим покупателям более 55 тысяч изделий школьных, более 40 моделей для девочки и 17 только для мальчиков. И цены. Самое главное, мы выполняем рекомендации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, по которому у нас рост цен по сравнению с прошлым сезоном должно быть не более 6%. В сентября у каждой школы появится свой отличительный элемент – эмблема, нашивка или галстук. На швейную фабрику обратились десятки учебных заведений со всех уголков страны. На предприятие не отказали никому. Работают по индивидуальным заказам. Из-за ажиотажного спроса трудятся даже по субботам. На бригаде у меня работает 30 человек. Два месяца мы уже работаем со школьной формой. Вот уже мы выпустили 5200 единиц. Это различный ассортимент. Блузы, жилеты, жакеты, джемперы, брюки. Надо вовремя отшить, вовремя отдать в торговлю. До 1 сентября рукой подать. Пора покупать обновки. Подобрать стильный лук в фирменном магазине может даже самый привередливый юный модник. Разнообразие впечатляет. От классических до кэжуал моделей. Акцент на капсульный гардероб. Размерный ряд от 52 детского до 58 взрослого. Базовый комплект для мальчика обойдется в 120 рублей. В него входят сорочка, брюки и жилет. Еще один хит сезона – бомбер в спортивном стиле. Его цена – 43,50. Практичность и хорошая посадка. В составе натуральной ткани, хлопок, шерсть, вельвет. Допустимо небольшое количество синтетики, ведь вещи не должны сильно мяться и быстро изнашиваться. В этом сезоне для девочек в тренде трикотажные джемперы, кардиганы и широкие брюки. Ставка на удобство и элегантность. Стоимость комплекта – порядка 110 рублей. Мы на Славянке одеваемся ежегодно. Ассортимент радует, широкий выбор качества, ну и цены соответствуют нашему кошельку. Сегодня нам нужно купить костюм. Так как у нас в третьей гимназии в этом году темно-синий цвет, вот как раз есть на Славянке темно-синий цвет. Вот и купим. Решение о фирменном элементе одежды учебные заведения принимали коллегиально. Администрация советовалась и с родителями, и с детьми. Мнения расходились, но опросы на сайтах, активное обсуждение на собраниях и в чатах помогли осознать плюсы такого начинания. Конечно же, введение единого элемента школьной одежды – это очень важное, очень позитивное нововведение, которое позволит сплотить ребят, воспитать в них командность духа, гордость за учреждения образования, ну и, конечно же, чувство стиля. Родители сделали выбор в пользу галстуков, но мы решили не ставить детей в строгие рамки, не ограничивать их, и совместно с дизайнерами разработали четыре вида галстуков – два для мальчика, два для девочек. Некоторые учреждения образования уже не первый год придерживаются фирменного стиля. В целом по стране их порядка 20%. В следующем учебном году отличительные элементы могут плавно перейти в единую школьную форму. Пока это только идея. С финальной версией предстоит определиться вместе – родителям и педагогам. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.